Пришла весна. Провожу ревизию аккумуляторных батарей своих. У меня, если что, вот такие серверные. Их две батареи. Одну я подготовил для зарядно-разрядного теста. Вот такой вот у меня разрядный стенд. Это ТЭН. Я тут подобрал, отключая некоторые спирали на ТЭНе. Он на 900 Вт 24 Вольта. В 12 Вольтовой системе я подобрал, чтобы было от 10 до 15 А разрядный ток. Так как это 150 Аккумуляторы, у них емкость нужно будет измерять при разрядном токе на 15 А. Я взял, сейчас посмотрим, насколько будет. По-моему, там 12 или 13 А. Но суть. Сейчас вывел из эксплуатации смарт-ватт вот этот вот. Отлично он отработал у меня зиму при минус 20. На улице эта фирма Дельта продает такие. Так что можете покупать смело. Работают отлично. Вот. Сейчас перевел солнечные панели. Часть, точнее, солнечных панелей на работу от Грида. Вот. То есть, дом перекрывается сейчас Гридом. Потребность. Всё. Аккумуляторы не задействованы. Проведу сейчас разрядно-зарядный тест. Потому что за, получается, уже чуть больше года эксплуатации, короче, одна банка, ну, один аккумулятор вообще в хлам убегает вниз, да, и быстро заряжается. Быстро разряжается. Другая сторона, вот, по-моему, первый аккумулятор, ещё более-менее держит напряжение. Значит, в нём есть ещё и ёмкость. Так что буду это смотреть. Значит, у нас по времени 5 часов вечера. Сейчас посмотрим, сколько будет тут ватт. Как показал контроллер, напряжение здесь в двух этих аккумуляторах было уже там за 28 вольт. То есть, они, по идее, когда я их разбирал, они были полные. Как считал контроллер? Давайте посмотрим по факту, сколько вот в этом, во втором аккумуляторе было, ну, остаточной ёмкости. Разрядный ток 11 ампер, то есть, вполне нормально. Ой, смотрите, как резко сразу просело напряжение. 11 вольт. Ну, то есть, да, где-то порядка чуть больше 300 полных циклов, ну, почти в ноль. Потому что прошлым летом эти аккумуляторы, они работали также с гридом. Вот с этим вот грид-инвертором он позволяет работать как с аккумуляторами, так и, ну, напрямую от солнечных панелей. Так вот, прошлое всё лето, как минимум, как минимум, 120-150 циклов у него было разряд, ну, у этих аккумуляторов была разрядка от полного заряда до где-то, ну, 90%. Не сильно они долго живут при таком разряде, ну, я же знал, на что я шёл. То есть, ну, прям явно видно. Смотрите, уже напряжение 10,8. Ладно, сейчас разрядим до 10 вольт, а дальше я посмотрю. Потом, потом вот этот также. С вами проведём тест разрядный, потому что, говорю, вот этот вот, он адекватно держал напряжение, тот сразу проваливался второй. Посмотрим, сколько здесь ёмкости осталось. Потом, опять же, проведём полную его зарядку. Заряжать буду как и солнечным контроллером, так и ветрогенератором в комплексе. Вот, и опять же, посмотрим, сколько зальётся ёмкости до полного напряжения. Значит, смотрите, вот продавец мне 3 февраля прошлого года, видите, нужно жнать полного цикла, присылал разрядные тесты этого аккумулятора. Смотрите, до 10,5 вольт он разрядился и было 154 ампера. Вот, 11 часов он разряжался. Блин, резкости, возможно, нету, извините, если что. Ну, сам смысл, вы видите, да? То есть, этот аккумулятор, ну, оба они были в отличном состоянии. Сейчас вот уже напряжение 10,6 вольт. И тут буквально, сколько? 28-30 ватт. Чуть больше 2 ампер. 2,6 ампера. Ну, ждём. Давайте всё-таки до 10,5, ну, для чистоты эксперимента разрядим. Конкретно этот, напомню, второй. Вот. Первый сейчас я его поставил в систему. У него также напряжение 13,3. Я думал подключить к нему панели солнечные, чтобы он заряжался. Ну, ветрячок его прям быстро сейчас зарядил, значит, видно, что он заряжен. Я его сейчас отключу. И точно так же, не подзаряжая отдельно в 12-ти вольтовой системе, сделаем такой же тест разрядный. То, что ёмкости уже разные, и они разбежались. Из-за этого проваливается один, пока ещё другой. Вполне там было 12,8-13. А на вот этом уже бывало до 10 вольт проваливалось напряжение. Соответственно, в 24-х вольтовой системе я их уже использовать не могу. Время теста 24 минуты прошло. Значит, напряжение 10,48. Ну, разрядный ток 10 ампер. Смотрите, короче, 47 ватт, чуть больше 4,4 ампера. Короче, ёмкости этого аккумулятора. Ну, опять же говорю, я его только снял из 24-х вольтовой системы, поэтому, возможно, как-то перекос по заряду здесь был. Сейчас ставлю второй аккумулятор и делаем такой же тест. Ну, этот всё, заканчиваем. 10,4 уже напряжение у него. Всё, двоечка. Теста закончены. Это пока разрядный. Я его потом буду отдельно заряжать ещё. Поставил первый аккумулятор. Давайте сейчас обнулим счётчики. Разряд пошёл. 12,7 ампер. Разрядный ток. Время у нас 17,30. Всё, тест начался. Прошёл почти час. Значит, напряжение 12,4. 150 ватт уже ушло в нагрузку. И получается чуть больше там. Ну, 12. Вот. Прошло ещё полчасика. Разрядный ток 12,3. Прямо напряжение и ток одинаковый. Вот. То есть, получается, 20 ампер забралось. И 200, ну, будем считать, 250 ватт. Два с половиной часа прошло теста. Значит, напряжение вы видите. 12,2 ампераж. В общем, 30 ампер часов там есть. 370 ватт. Тесты продолжаем. 3 часа 10 минут уже идёт тест. Так что, ну, время вот. 3,18 видите. Идёт тест. Короче, полкиловатта забралось от номинала. Вот. 12 на 150 можете умножить, да. Вот. И получается 40 ампер. Ну, 40,5 ампер уже забралось. Напряжение 12,10. Тесты продолжаются. Кстати, водичка, ой, вы знаете, греется прям уже. Ну, я думаю, что градусов 35 где-то есть. Причём, ну, на открытом пространстве оно стоит. И на улице у нас сейчас 13 градусов. Этот второй я подключил к фотону, солнечному контроллеру. Ветрогенератор пришлось затормозить, потому что, ну, кто видел предыдущую серию, там немножко я спалил рыженький контроллер для ветрогенератора, пока он в ремонте. Это незарядно-разрядная станция, поэтому я немного профукал. Уже 9 вольт. Вот. Водичка даже уже парить начала. Так, всё, отключаюсь. Сейчас покажу вам данные. Я знал, что проваливается напряжение в конце разряда, уже после 10,10,5. Прям резко. Вот. Ну, не думал, что так быстро. Итого, тест занял 5 часов ровно. Давайте так считать. Да успокойся ты. Вот. Короче, 60 ампер. 60 ампер. Так, давайте я, наверное, сейчас это дело отключусь. 60 ампер часов. Правильно говорить, наверное. Так, смотрите. Завтра я этот аккумулятор и тот аккумулятор ставлю на зарядку. И уже будут параметры по ёмкости, которую они смогут взять. Ну, а здесь записываем. 60 ампер часов остаточной ёмкости в этом, при первом разрядном тесте. И напомните, давно было уже. Ладно, вот тут вот в титрах надпись, сколько здесь было. День второй тестов. Короче, смотрите, погода, вы видите, у нас сегодня так себе. Но к тому первому аккумулятору, точнее ко второму. Я начал тесты со второго, который именно малой ёмкости, который всё время сам либо рано разряжался, либо рано заряжался. Вот к нему я подключил через фотон солнечные панели там на 600 ватт. Пойдёмте сейчас посмотрим, сколько в него залилось, какое там напряжение, ну и всё такое. За 7 часов 42 минуты сюда налилось, ну 7, давайте 7 ампер часов назовём. И 96 там, и 6 ватт часов. Видите, напряжение повышенное уже, хотя это здесь, он сейчас то поднимет, то опустит. То есть вторая стадия насыщения тоже включалась. Соответственно, видите, ток уже самим контроллером ограничивается. Так что всё, здесь аккумулятор не то, что скорее мёртв, он мёртв, ёмкости в нём нету, он пойдёт на утилизацию. Вот в этом аккумуляторе под номером 1 было, по-моему, 60 ампер часов, разрядный тест показал. Сейчас его также подключаем к фотону, к солнечному полю. Плюс ещё к нему же я подключу ветрогенератор. И также через вот этот встроенный ваттметр, ну точнее вот такой выносной, либо через вот этот ваттметр зелёненький, ну продублируем. Посмотрим, сколько вольётся в аккумулятор номер 1. Обнуляем все счётчики. 7 ампер всего. Офигеть, ампер часов. Так, здесь также обнуляем счётчики. Всё, поехали. Включаем панели солнечные. Стоп. Всё, запустился фотон. Вот видите, то есть буквально только что на том аккумуляторе не было этих даже 20 ватт. Сейчас вот идут в пасмурную погоду эти 24 ватта. Ну и здесь на этом счётчике также эти 24 ватта. 2 ампера зарядный ток. О, кстати, посмотрим вообще он закачает что-нибудь вовнутрь этими двумя амперами или нет. А тут уж ходят такие вот неправдоподобные слухи о том, что слабым током, короче, вот такие свинцовые аккумуляторы от ветрогенераторов не заряжаются. Включили немножко солнышко у нас. Зарядный ток 7,8, 7,9. Ну, 100 ватт напряжение растёт. Получается за 2 часа 36 ватт 2,8 ампер часа. Мало, но ничего. Ну и напряжение, да, растёт. Тесты продолжаются. Тест продолжается уже 5 часов. У нас сейчас на улице ночь. Около там 8-9 часов вечера. Ветрячок включили. Я нашёл в закромах вот такой вот ещё один повышающий контроллер. Он тоже может немножечко с нижнего напряжения аккумулятора забирать. Сейчас вот на аккумуляторе у нас 13 вольт. Видите, вот 100 ватт идёт. Вот, это ветрячок работает, если что. То есть энергию я получаю на зарядку этого аккумулятора, как и от солнечных панелей днём, и вот от ветрячка. Вот ветерочек ослаб. Видите, зарядка не идёт. Как раз будет такой, ну, смешанный тест и по заряду ветрогенератором, и по заряду солнечной панели. Сегодня на ночь я оставлю полностью заряжаться. Завтра тоже ветерочек обещают. Так что будет пасмурно, и солнечные панели будут давать чуть-чуть энергии, чуть-чуть ветрячок. В общем, льём энергию пока. Вот, чтобы вы понимали, у нас на улице ночь. Кстати, друзья, кто хочет поддержать мой канал, да, Технолайн-магазин, промокод Михаил3. Оборудование для альтернативной энергетики. Панели, аккумуляторы, инвертора, солнечные коллекторы. Большой выбор крепежа, расходников. Вот. Магазин Технолайн, промокод Михаил3. Всё, что есть в наличии, будь с трёхпроцентной скидкой. Кстати, давайте запомним. Значит, смотрите, 87 глитоватт. Это было от солнечных панелей за сегодня залито. С начала тестов. Вот. Ну и запоминаем. 6 ампер-часов. 6,5. А утром следующую съёмку сделаю. Посмотрим, сколько ветрячок залил за ночь. Утро третьего дня тестов. Снег у нас дали сегодня. Ветрячок работает. Небольшой ветер есть. Значит, за ночь... Ну, сейчас вот показания 19 ампер-часов закачала. 253 ватта. Вот. Солнышко сегодня есть. Так, здесь ничего не видно. Ну, в общем, вот такая энергия идёт с ветрячка. Видите, да? Вот. А, даже аккумулятор подзарядился он. Ну, пускай вот так вот импульсами. Вот этого заряжает дальше. Вот. Потому что, ну, 20 ампер-часов это не... Даже не то, что было в этом аккумуляторе. Пусть медленно, но верно, заряжает дальше. Ветрячок переключил на вот этот контроллер. То есть, мощность идёт и от ветрячка, и солнечные панели начинают потихоньку включаться в работу. Тесты продолжаю. Прошло ещё где-то около 6 часов. Значит, напряжение, ну, достигло 14,2. Повторю это вот через контроллер от электроники, фотон. Зарядный ток пока ещё так и идёт. 5,3. Ну, уже видно, включилось ограничение. Закачалось 45 ампер-часов. Но, обращу ваше внимание, температура сейчас аккумулятора 7 градусов. Надо поднять до 25. Сейчас я его заверну в греющий мат. Вот. И пусть он поднимает температуру до 25, чтобы как бы чистоту эксперимента соблюсти. Потому что, когда я их разбирал, они, помните, стояли в этих, в утеплённом коробе. И там была температура не меньше 20 градусов. Так, у нас уже вечереет. От солнечных панелей почти ничего не идёт. Вот, это сейчас, в частности, что у нас. А, ну вот, солнечный контроллер уже отключается. А это идёт... Сейчас, секундочку. Давайте, чтобы он не пищал. Короче, от ветрячка. У нас уже вечер, около 5 часов. Включил ветрячок, пусть заряжает теперь от ветрячка. Предел верхний, 14,2 я поставил. Так. Значит, запоминаем, 62 амперчаса уже закачало. Всё. Дальше вечером уже пусть работает ветряк. И он поддерживает. Напряжение, видите, 13,6. Это солнечный контроллер вторую стадию включал. И донасыщал, так сказать, аккумуляторы. Вот. Но, по идее, сколько я забрал ранее разрядным тестом, мы уже вернули. Весь этот тест 25 часов уже длинный. Ну, зарядка. Точнее, не тест, а зарядка. Цикл заряда 25 часов. Но, опять же, здесь неровный, друзья. Я специально не делаю ровный заряд. Я его делаю плавающий. От 2 ампер до 10 ампер. Вот. Плюс ветряк, вы видите. Вот сейчас он молчал. Вот начал заряжать. Вот. То есть, продолжаем заряжать именно этот аккумулятор. Вот. Сейчас только от ветрогенератора идет зарядка. Видите, вот так вот. 62 уже мы наполнили. Утром я показывал, что ночью часть энергии залилось от ветряка. Только от ветряка. Днем вот тут заливалось от солнечных панелей. И опять вот вечером будем дозаливать от ветрячка. Видите, как напряжение держится отлично контроллером. Так что, все нормально. Тесты продолжаются. Кстати, еще один момент. Смотрите. Ну, нагрелись аккумуляторы. 23 вольта, видите, да? То есть, внутри я обложил все пленочкой. Утеплил вот так их. И реально получается так, что и загружаемая емкость увеличилась. Вот сейчас вы видите, солнце зашло, а ветрячок вот так вот дозаряжает. Но опять же, сделаем разрядный тест. Посмотрим, выйдет оттуда эти же 63 амперчаса или нет. Так, прошло еще чуть-чуть времени. Давайте, чтобы не затягивать тесты. Так как тут еще ветряк лил энергию. Давайте сейчас поставим его. Ну, и судя по напряжению, которое сегодня уже вырастало до 14,2. То есть, вот 64 амперчаса туда залилось. Тест разрядный начался. Все. Тот же самый ТЭН отключил приход энергии от источников энергии. Все. ТЭН подключен. Значит, разрядный ток 12,9 ампер. Так, обнуляем. Запоминаем. 64 было амперчаса, точнее. 8,8,8 ватт. Обнуляем ватт и счетчик. Обнуляем ампер и счетчик. Все. Я думаю, часов за 6. Сейчас у нас около 5 вечера. То есть, до 12 часов этот тест закончится. 10, 12, 13 ампер разрядный ток. Напомню, аккумулятор 150 ампер часов. То есть, это нормальный разрядный ток. 10, 15 ампер. Вот. Все. Ну и смотрим, сколько выльется. Но надо учитывать важный момент. Первый момент. Это то, что целую ночь, минимум часов 8, заряжался этот аккумулятор от ветрогенератора. Посмотрим, принял ли он какую-то энергию. И плюс посмотрим. Ну, надо учитывать будет КПД преобразования. Химической реакции. Как на заряд, так и на разряд. Разрядный тест идет уже 23 ампер часа. Ну, 24 будем считать. Напряжение вы видите. Ну, давайте посмотрим. Друзья, давайте пока идет этот разрядный тест, да. Мы посчитаем. Обычная математика. Ничего личного, да. Значит, смотрите. Перед разрядным этим тестом было у нас на счетчике 64 ампер часа. Что мы туда его закачали, да. Из этих 64 прошлой ночью, да. Когда уже солнца не было. 12,6, ну, 12,6 ампер часа, да. Закачал ветряк. 50 где-то с лишним ампер часов закачало солнце. И 12 ветряк. Повторяюсь. Но. И если учитывать, что и ветрогенератор, да. Фактически заряжает аккумулятор. И солнечные панели фактически заряжают аккумулятор, да. С учетом КПД, пусть я беру 80% КПД преобразования, да. Заряд, разряд. Ну, химическая реакция, да. Зарядки свинцового аккумулятора. То мы должны сейчас, вот, при разряде до напряжения 10,5 вольт на общую, да, напряжение аккумулятора. Мы должны вытащить из него сейчас 51,2. То есть это с учетом, что ветрогенератор заряжал аккумулятор. Не просто испарял эту энергию во вселенную. А именно, вот эти вот 12,6 амперчасов зашли в аккумулятор. Но, если вдруг так случается. Ну, мало ли, что. Ветрогенераторы не заряжают аккумуляторы, да. Соответственно, мы минусуем эти от общей суммы в 64 амперчаса. Минусуем эти 12,6 амперчасов от ветряка. Получаем 51 амперчас. Там в аккумуляторе сейчас, да. Счетчик, то есть так. Накрутил лишние 12, а по факту они в аккумулятор не пошли. Напомню, что аккумулятор отключен полностью был в момент заряда, да. От каких-либо потребителей. Ровно все, что туда заходило, то там и оставалось. Вот. То, без учета ветряка, 51 амперчас должен там осесть. И с учетом КПД мы должны забрать оттуда 41 амперчас. Вот. То есть, если ветряк не заряжает аккумуляторы. Но при этом его энергия отображается на счетчике. То мы заберем 41 амперчас. А если ветрогенераторы все-таки заряжают аккумуляторы. И их энергия нормально усваивается аккумулятором. То мы тогда должны будем забрать 51 амперчас. 51 и 41. С учетом КПД. Сейчас у нас уже 27 амперчасов забралось из аккумулятора. Напряжение еще есть. Давайте наблюдать дальше. Напомню, разряжаем до 10,5. Итак, друзья. Все. Вот прям на глазах он запищал. Значит, засекаем. Напряжение 10,5. Давайте я сейчас сниму нагрузку. Сразу напряжение поднялось до 12 вольт. Значит, запоминаем. 56,6 амперчасов забрал при... Закачали 64,2. Забрали 56,6. В процентах это 88% коэффициента полезного действия. Зарядно-разрядный цикл. Да, я чуть ошибся. Перед этим я делал вам расчет на 80%. Но! Первое. 88% КПД. Второе. Ветрогенератор заряжает аккумулятор. Отлично! Никуда не делась эта энергия. Она пошла в аккумулятор. Поэтому в очередной раз говорю. Если кто-то, где-то, когда-то скажет вам, что ветрогенераторы не заряжают аккумуляторы, просто понимайте, что этот человек просто фрик. Обычный фрик, который пытается хоть как-то, уже хоть как-то, за малым он, наверное, я не знаю, голым по улице не бегает, хоть как-то хочет к себе привлечь внимание. Так что ветрогенераторы нормально заряжают аккумуляторы. И не верьте иному. Также, вы заметили, я делал тесты не лабораторные, которые там, знаете, стерильные, так сказать, а конкретно, вот как моя система эксплуатируется ежедневно. Ежедневно, стопроцентные разряды, заряды, разные силы тока, да, заряда, от ветряка ночью, днем от солнечных панелей. То есть нету каких-то там, знаете, таких вот постановочных сцен. Вот как каждый день я живу, как каждый день работает моя система, вы это увидели. И она нормально работает. Теперь давайте немного поговорим, почему умер один аккумулятор. Объясняю. Потому что, да, нормальный разрядный ток, длительный, это 10% от емкости. То есть в 24-х вольтовой системе 15 ампер часов, да, разрядный ток, ну, 15 ампер, разрядный ток, это что-то там около 300 ватт. Вот, вот если бы я свою систему в стерильных условиях эксплуатировал, вот этими 100 ваттами, 300 ваттами разрядными, то да, аккумуляторы бы ровненько бы шли к своему концу. Но я разряжал эту сборку и киловаттам, и двумя киловаттами, понимаете? То есть я эксплуатировал и жил целый год на этих аккумуляторах. Кипятил чайники, готовил еду в микроволновке на нем. То есть в хвост и в гриву использовал эти аккумуляторы. Да, балансиры при таких токах разряда, то есть, ну, представьте, даже если это 2 киловатта в 24-х вольтовой системе, это близко очень к 100, ну, там, 60-80 ампер разрядного тока. Балансир может один отбалансировать максимально 5 ампер, в идеале 3. Я их ставил 2, то есть 6 ампер. Понимаете, что в любом случае, при таких разрядных токах и при такой глубине разряда аккумуляторов балансиры не справлялись с работой. И именно поэтому один аккумулятор начал убегать очень резко, потому что он разряжался, ну, реально, на 100%. Другой аккумулятор разряжался на 60%. Отсюда и такая разница в остаточной емкости. Далее, смотрите. Сейчас вы видите вот здесь табличку, короче, разрядные циклы аккумуляторов. Еще раз повторю. Они считаются в циклах, в количестве, не в годах. А вот теперь, смотрите, все сходится. Смотрите. При срок службы в цикличном режиме зависимости от глубины разряда. То есть, я вам показывал год этим аккумуляторам, срок жизни. Один аккумулятор разряжался на 100%. И получается чуть больше, там, 250, близко к 300 циклам полного разряда. Что мы и получили. А другой аккумулятор разряжался где-то на 50%, я сказал. Так и получается. Вот 400 циклов нормально. Где-то 500 при такой вот разрядке, он еще проживет. И мы видим, осталось 1 треть от номинальной емкости. И еще где-то до лета, если я буду использовать этот аккумулятор вот так же, 50% разрядом, он тоже умрет. Ну, умрет как? Понизится его емкость до нуля. Как это сделалось вот на одном из аккумуляторов из этой сборки. Понимаете? То есть, все сходится. И, опять же, смотря на эту же табличку, да, количество циклов. Вот если бы я эти аккумуляторы берег, разряжал их там током 15 ампер, то есть, 200-300 ватт вот эти инверторы, да, через инвертор забирал бы. Чисто на освещение, на холодильник, на компьютер, вот. И разряжал всего лишь вот на, сколько тут, на 30%, то количество циклов было бы 1400. 1400, 365 дней в году, это 365, 365, 365, 365, это 1000 с чем-то. Это, короче, 3-4 года в цикличном режиме до, со степенью разряда 30%. А если бы я их просто поставил бы на постоянную зарядку и там на редкие-редкие отключения электроэнергии, да, то тогда бы, да, как и заявляет производитель, 10 лет. Там бы действовало просто бы старение материалов, ну, свинца, кислоты и всего остального, да. Так что, все сходится. Повторяю, друзья, вы сейчас увидели живой пример, что ветрогенераторы заряжают аккумуляторы, дают энергию и позволяют аккумулятору ее аккумулировать. Также вы увидели, что аккумуляторы и их жизнь изменяются не годами, а циклами. И это очень наглядно я сейчас вам показал. То есть год, это я не убивал, поймите правильно. Я их использовал, я их купил, чтобы их использовать. Не дышать на них, не смотреть на них, а именно использовать. В тот момент, когда будет отключаться электроэнергия, и когда солнышко заходит, а мне нужно все равно компенсировать энергию с этих аккумуляторов, отдавать ее в сеть моего дома. То есть я их использовал на полную катушку. Поэтому всего лишь 300-400 циклов. Да, у АДЖМ это нормально. На этом все, друзья. Используйте альтернативу там, где это можно, нужно и выгодно делать. И прежде всего, повторюсь, смотрите каналы практиков, а не теоретиков. И тем более, не тех людей, которые готовы голым бегать по улице, лишь бы хоть как-то привлечь к себе внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok